Повестка дня 53-го заседания Совета депутатов обширная. Всего в списке обозначено 12 вопросов. По первым пяти темам с докладом выступил заместитель главы администрации по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Юрий Куров. Он предложил на рассмотрение депутатов проекты об утверждении нормативов градостроительного проектирования, о правилах установки рекламных конструкций на территории городского округа, о проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, об осуществлении муниципального жилищного контроля. Еще один важный законопроект – о присвоении наименований новым вновь образованным улицам в микрорайоне Дубки. Так, в микрорайоне Дубки появятся улицы Воинской доблести имени Сергея Погребача и Валерия Якименко. Присвоить вновь образованную улицу в микрорайоне Дубки следующее наименование – улица Воинской славы, улица Якименко, улица Погребача. Принятие решения Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан вызвано необходимостью присвоения адресов малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами в микрорайоне Дубки и для актуализации и нумерации земельных участков, выданных многодетным семьям. Единогласным решением депутатов проект принят. Теперь память воинов, погибших при исполнении воинского и интернационального долга, увековечена. С хододайством по этому вопросу в совет обратились представители Союза воинов-интернационалистов города Кумертау. Хотелось бы выразить слова благодарности за поддержку этого вопроса, за увековечивание памяти наших боевых товарищей и улицы еще воинской доблести, которая объединяет нас всех ветеранов боевых действий, которые проживают в городе Кумертау. Ну и хотелось бы рассказать, чтобы горожане знали, кто такой Егеменко и кто такой Сергей Погребач. Это наши ребята, которые погибли, выполняя интернациональный долг. Не просто так погибли, а именно в боевых условиях. С реализацией программы по содействию занятости населения информацию представила исполняющая обязанности директора Центра занятости населения Нина Гаскарова. По состоянию на 1 сентября 2015 года служба занятости населения города Кумертау состоит на учете 392 безработных гражданинам. А официальный уровень безработицы составляет 1,13%. На 1 сентября 2014 года было 365 человек, уровень составлял 1,06%. В ходе реализации мероприятий программы содействия занятости населения Республики Башкортостан на 2013-2018 году служба занятости города обратилась за 8 месяцев текущего года 5035 человек. Жители города обращаются в Центре занятости населения за государственными услугами, по профессиональной ориентации, по социальной адаптации, в целях получения информации о имеющихся вакансиях, состоянии на рынке труда и психологической поддержкой. Без изменений и дополнений принят проект об определении размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, а также об определении размера арендной платы на земли, государственная собственность, на которой не разграничена. О том, как на территории городского округа исполняется указ президента Российской Федерации по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, с докладом выступила директор управления образования Марина Дерягина. В настоящее время в системе дошкольного образования города Кумертау функционирует 21 дошкольное образовательное учреждение. С учетом состояния здоровья и особенностей развития детей, запросов родителей, дошкольное учреждение подразделяется на виды. Два центра развития ребенка, два дошкольных образовательных учреждения компенсирующего вида, для детей с нарушением речи и задержкой психического развития, одно дошкольное образовательное учреждение присмотра и оздоровления детей, 12 дошкольных образовательных учреждений комбинированного вида, 4 дошкольных образовательных учреждений общеразвитающего вида. Процесс воспитания и обучения детей осуществляется в 163 группах, из них 123 группы общеразвивающих и 40 компенсирующих групп. С целью оказания коррекционной помощи детям созданы 30 групп для детей с общим недоразвитием речи, 2 группы для детей с заиканием, 5 групп для детей с нарушением зрения, согласия и амбриопит, 2 группы с нарушением опорно-звигательного аппарата, 1 группа с задержкой психического развития и с 1 декабря 2015 года будет открыта группа предковременного пребывания для детей с аутизмом в детском саду номер 19 «Солнышко». До школьных образовательных учреждений 4251 место, детские сады посещают 4010 детей. Таким образом, наполняемость составляет 94%. Для открытости деятельности и удобства устройства ребенка в детский сад действует электронная очередь. О борьбе с негативными явлениями общества информацию представила заместитель главы администрации Наталья Лапшина. Основной формой работы является формирование у населения негативного отношения к наркомании и алкоголизму, пропаганда здорового образа жизни. Если говорить о статистике, положение Кумертау в разрезе с республиканскими показателями некритическое отметила Наталья Михайловна. По данным ФСКН, основной тенденцией развития наркоситуации сегодня является расширение оборота синтетических психоактивных веществ. Их доля в общей массе изъятых наркотиков по территории Республики Башкортостан увеличилась с 1% в 2007 году до 17% в 2014 году. Таким же образом на сегодняшний день в разрезе городов Республики Башкортостан выглядит наш город Кумертау. По данным Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, по итогам 2014 года наиболее сложные ситуации по заболеваемости в наркомании наблюдаются на 10 территориях. Неблагополучными признаны следующие районы, вы их видите на экране. В целом же у Республики отмечается снижение заболеваемости в сравнении с прошлым годом. Наркомании 149,2 тысячи населения это снижение на 1,3%. Токсикомании 6000 снижение на 5,8%. Динамика лиц в городе Кумертау по статистике нашего наркологического отделения в 2014 году составляет 115 человек, из них 96 наркоманов и 19 потребителей. В 2015 году за 6 месяцев это 99 человек, из них 68 наркоманов и 31 потребитель. Последним вопросом повестки дня стало внесение изменений в бюджет городского округа. Предлагается расходы бюджета на 2015 год увеличить на 1,817,000 рублей по направлениям. Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 9,060,000 рублей. На финансирование расходов по замене лифтов 1,457,000 рублей. И на государственную регистрацию права муниципальной собственности на объекты водоснабжения и водоотведения 1,3 млн. рублей. В завершение заседания с важными заявлениями к собравшимся обратился глава администрации Борис Беляев. Он говорил об этапах сотрудничества с Фондом развития моногородов. Руководством Республики Ширтостан 19 октября было подписано генеральное соглашение с Фондом развития моногородов по поддержке и развитию города Камертао. Это конкретно было соглашение подписано. Сегодня именно моногорода и именно приставка моно будет для нас месточкой того, что мы можем комфортно развивать наш бизнес. На сегодня готовится заявка на софинансирование создания внешней инфраструктуры по строительству маслозавода в селе Маячный. Также для того, чтобы уйти от монопрофильности, то есть зависимости от городообразующего предприятия, в городе Камертао необходимо создать порядка 6 тысяч рабочих мест. И в этом направлении ведется большая работа, отметил глава администрации Борис Беляев.